Ребята, всех приветствую вас на своем канале Мамин Блог. У моей дочки скоро день рождения, 13 февраля ей исполнится год. За этот год мы очень много пережили. Мы родились недоношенными, лежали 3 месяца в больнице в тяжелом состоянии. И поэтому для нас этот день и для нее особенный. И конечно хочется его сделать незабываемым. Я думаю, что любая мама хочет сделать день рождения ребенку незабываемым. Чтобы он был лучший, чтобы только у него был такой праздник. Но мы хотим отметить его только с близкими и дома. Мы решили отметить в деревне у родителей мужа. Сегодня 29 января я уже начинаю потихоньку готовиться. Я уже заказала шары, заказала торт, фотосессию. Также наряды мужу, ребенку и себе. Ребята, извините, просто у меня проснулся ребенок. Я хотела продолжить, но не получилось. Потому что у нас вот такая ситуация. Ребенок захотел кушать. Я все-таки решила разделить на два ролика. Первый ролик это подготовка к дню рождения Евы. А второй ролик это как мы его провели. Я надеюсь, что у нас все получится. Что все будет без происшествий. Гладко и сладко, как мы всегда хотим. Но не всегда это так бывает. Как получится, так получится. Но мы будем стараться. Так, подготовка к дню рождения Евы. Давайте быстренько пробежимся, что же мы приобрели к этому празднику. И сколько мы потратили вообще денег. Итак, я буду зачитывать свои тетрадочки, куда я, собственно говоря, все выписала. Вам буду показывать картинки. Что мы купили и сколько это стоит. Начнем с того, какой же мы выбрали стиль. Стиль мы выбрали розовый. То есть это будет розовая фотозона, розовая одежда. То есть не то, что вы там представляете, вот прям вот один цвет розовый. Нет, где-то светло-розовый, где-то темно-розовый. В чем же будет одета Ева? Платье 1671 рубль. То, что вы видите в скобочках, это какая была цена. То есть мы взяли его по скидке. Либо шла какая-то скидка на этот товар, либо просто прошло время и цена упала. Цвет, как вы видите, розовый такой будет, кремово-розовый. С золотистыми кружевами. Дальше. Обруч. 146 рублей. Цвет нежно-розовый. С цветочками. Мы заказали на всякий случай два обруча. Вдруг не подойдет к платью или по размеру не подойдет. Потому что обручи тоже бывают разные. Обруч второй. 147 рублей. Цвет золота с блестками. Подъюбник. Я не знаю, почему я его заказала. Но, наверное, для того, чтобы у нее на фотосессии такое было, как пышное платье. Я не знаю, подойдет он по размеру или нет. Размеров там не написано. Написано только то, что он детский. Носки гольфа 181 рубль. Цвет белый. Туфли 400 рублей. Цвет розовый. В чем буду одета я. Платье. Я купила себе за 2,287 рублей. Цвет такой нежно-розовый. Заколка 176 рублей. По типу серебра с камушками. Сельки 106 рублей. Ожерелье. Также я заказала к этим же сережкам. 110 рублей. В чем же у нас будет одет папа? Папа у нас будет одет рубашка. 1600. Цвет такой светло-розовый. Даже практически не видно, что прям это розовый цвет. Брюки. 1700 рублей. Цвет черный. Три образа полноценных у нас вышло в 9484 рубля. Это нормальная цена средняя. То есть мы все взяли как бы по скидкам. Где-то дешевле взяли, где-то дороже. Вещи мы заказывали все на Озоне. Если вы прям хотите меньше этой суммы, вы можете одеть только своего ребенка. Так как у него праздник. То есть образ вашего ребенка выйдет где-то в 3000 рублей. Если у вас есть какое-то платье старое, ну как старое, которое куплено недавно, допустим, и оно нормально подойдет к этому празднику, почему бы не одеть? Или плюс-минус что-то можно не покупать ребенку, допустим, подъемник, который не нужно, купить что-то себе. Тут уже вы можете фантазировать сами. Перейдем к разделу фото-зона. Фото-зона это то место, где вы украшаете дома для того, чтобы пофоткаться с семьей. Ну и вообще для красоты. Шары 663 рубля. Цвет там пресленный, цветы белый, розовый, прозрачный. 134 штуки. Плюс к этим шарам там же идет в наборе всякие ленты, которые завязываешь, прикрепляешь. Ну в общем все, что надо. Занавес дождик 573 рубля, цвет розовый. По три штуки, длина 200 сантиметров. То есть там три эти занавески, и они идут по 200 сантиметров. Шар цифра номер 1, 169 рублей. Цвет розовый, длина 76 сантиметров. Шар медведь, 301 рубль. Цвет розовый, длина также 76 сантиметров. Электрический насос, 908 рублей. Цвет, кстати, тоже розовый. Электрический насос, я думаю, он понадобится вообще всегда, если вы планируете каждый день рождения что-то украшать, что-то надувать. Это такая вещь нужная. Колпачки 300 рублей, цвет розовый, 12 штук. Посуда, тарелки плюс стаканы, 303 рубля, 12 тарелок, 12 стаканов, 24 набора всего. Сделав фотозону, вышло нам в 3217 рублей. Это нормальная цена для такой фотозоны, которую мы планируем сделать шикарной. Если вы хотите даже здесь сэкономить, допустим, потратите не больше 2000, вы можете купить шаров немножко меньше, подешевле, там не за 600, 63 рубля, а, допустим, за 400. Занавес, дождик, можете вообще его не брать. Если у вас прекрасные обои, прекрасная стенка, зачем вам этот занавес? То есть вы можете и так красиво оформить шарами, а фон уже будет ваши там обои. Но если у вас никакие обои, то занавес обязательно нужен. Электрический насос можете также не покупать, но мой совет лучше купить, если вы планируете каждый год отмечать день рождения и украшать шарами. Значит, копочки не обязательно покупать, посуда плюс тарелки тоже это не обязательно покупать. Значит, смотрите, и того, если вы это все сэкономите, то вам вообще это может выйти и в полторы-две тысячи рублей. Перейдем к разделу фотосессии. Значит, работа фотографа 3000 рублей, время 30 минут. Студия 1000 рублей, время 30 минут. Кекс 250 рублей плюс свеча цифра номер один 171 рубль. Цвет позвольный. Объясню про кекс с цифрой. Это типа мини-тортик, там единичка, ну, будут красивые фоточки. Я думаю, вы поняли. Какая же цена у нас вышла за фотосессию? 4421 рубль. Вы можете вообще не делать фотосессию. Вы можете сделать дома на телефон, вот на фоне того, как вы все украсили. Вы можете не украшать, допустим, сэкономить, но сделать хорошую фотосессию в студии, да, дома просто посидеть и отметить день рождения. Но если вы хотите и то, и это, и сэкономить, то вы можете найти фотографа недорогого, допустим, более-менее за 2 500, там, за 30 минут, допустим. Студию недорогую, там, не за 1000 рублей, а там за 700 рублей. Кекс и свечу вообще не покупать, просто сделать красивые фотографии. Перейдем к разделу торт. Сам торт 4000 рублей. За 1 килограмм 1600 рублей. Цвет розовый-белый, начинка сникерс. Мы взяли 2,5 килограмма. Сразу хочу сказать, как же определиться, сколько взять килограмм тортика, чтобы всем хватило покушать. На одного человека идет 150-200 грамм. Свечи фонтан 465 рублей, 8 штук. И все это удовольствие нам вышло в 4465 рублей. Но я хочу сказать, что торт можно купить обыкновенный в магазине. Красивый, вкусный. Не обязательно заказывать. Вот тут вы уже сэкономите тысячи три, так сказать. Но если хочется заказать, все-таки праздник, ребенок уходит. Не обязательно заказывать такой дорогой. Можно найти где-то за 1 килограмм 1200. То есть можно взять меньше килограмм, наоборот. Но хотя бы, чтобы хватило каждому по маленькому кусочку съесть. Тут уже смотрите по своему бюджету. Но можно либо купить, либо взять дешевле, либо просто взять меньше килограмм. Перейдем к следующему разделу. Это подарки. Ооо, что дарить ребенку на год. Да, всякую фигню. Качели для дома 1906 рублей. Цвет розово-бледный. Горшок детский 304 рубля. Цвет кремовый. Горшок унитаз 3227 рублей. Цвет серо-белый. Игрушечный барабан 309 рублей. Цвет желтый. Запуск речи 139 рублей. Смотрелки 264 рубля. Подарки нам обошлись в 6149 рублей. Хочу разобрать подарки. Значит, почему горшок детский 304 рубля и горшок унитаз 3000? Значит, объясню. Горшок детский мы решили купить маленький, дешевый, чтобы научить ребенка ходить в туалет. Затем мы уже будем пользоваться горшок унитаз. Он прикольный. Выглядит, вы уже сами поняли, как унитаз. Там есть кнопочка. Нажимаешь и он типа смывает. Вот. Как настоящий унитаз взрослый, да, большой. Это прикольно. Там же можно и туалетную бумагу вешать. И сидушки такие мягкие, как на туалете. То есть, знаете, как есть бизнес-класс. Вот типа это бизнес-класс. Вот этот вот горшок унитаз. Барабан. Барабан у нас дочка. Глупит просто руками по всему. Вот просто любит бить руками. Барабанить. Мы решили купить барабан маленький. Ну и, конечно, карточки. Помимо интересного, что-то полезного, каких-то игрушек, нужно же развивать ребенка. Все-таки годик. Это тоже большой шаг. Вы можете сэкономить и здесь. То есть, не обязательно покупать за 6 тысяч подарок. Можно и вложиться в 3-4 тысячи. Естественно, нам подарят деньги родственники. Мы уже решили, что мы будем покупать. Однозначно нам нужен велосипед. Коляска, которая будет складываться пополам. Такой типа летний вариант, который можно будет запихнуть в машину. и поехать, куда ты хочешь. Подушка и одеяло. Обязательно это нужно нам, потому что у нас ребенок растет, и она спит без подушки. То есть, мы решили с мужем купить ей комплект. Перейдем к следующему разделу. Это праздничный стол. Значит, что я хочу сказать по поводу этого. Здесь я вам цену не могу сказать. Могу сказать приблизительно, сколько мы потратим. 3-4 тысячи это 100%. Но, так как мы отмечаем день рождения у свекрови, естественно, они будут покупать больше, чем мы. Мама с отцом, мои родители сказали, что будут покупать что-то из алкоголя, нарезки, мясо, овощи. То есть, мы это тоже не будем покупать. Поэтому в этом плане нам полегче. Но я могу вам сказать 100%, что будет на столе. Горячая. Жареная рыба. Картошка по-деревенски. Курица под сырной корочкой. Закуски. Колбасы, нарезка, зелень. Крабовые палочки. Тарталетки с печенью. Шпроты. Салаты. Морепродукты с овощами. Парус. Алкоголь. Ну, алкоголь у нас 100% будет самогон, вино, шампусик. Все как надо. Стол, конечно же, я вам тоже все покажу это в конце. Чуть позже расскажу, сколько вообще мы, именно мы потратили на еду. И сколько потратили наши близкие. Если кто-то что-то покупал, примерную сумму, я вам обязательно скажу. Сегодня 14 февраля, и мы едем в Трянск. Я уже, кстати, сделала маникюр ко дню рождения своего ребенка. Я надеюсь, что там фокусируется на мои ногти. Вот. Так как у нас стиль розовый, я решила их сделать розоватый. Но еще зима, и хочется как бы чуть-чуть вот этого чего-то белого, блестящего. Как бы я решила покрыть просто гелем белым сверху и сделать на торце, на конце ногтя втирку. Ну что, ребят, мы уже вылезаем, я спускаюсь. Внизу меня ждет муж с ребенком. Я думаю, что приедем мы под утро. Мы зашли домой в 5 часов утра, муж с ребенком пошли спать, а я помыла голову и начала делать кудри. Так как у нас будет фотосессия половину первого. Я закручиваю волосы на полотенце, мне так удобно и безвредно для волос. На мокрые волосы наношу спрей для укладки, затем фиксирую полотенце с заколкой и начинаю крутить. Беру одну прядь волос, закручиваю на полотенце, затем беру следующую прядь вместе с той, которая уже закрутила. И делаю то же самое, как и с первой прядью. И так, пока не закончится одна сторона волос. И завязываю резинкой. Со второй стороны волос делаю то же самое. Снимаю крабик и собираю две части волос резинкой. Приступаем к лицу. Я наношу на лицо глиновую маску, она от черных точек и очищает лицо. Наношу на 15-20 минут и смываю теплой водой. После наношу кремовую маску на 15-20 минут и смываю водой. Обычно после улицы губы и руки очень сухие, поэтому увлажняю и ложусь спать на пару часов. Сегодня 15.02.2024 год. День рождения нашей дочери. Наша именинница отдыхает пока что, смотрит мультики. А мы собираемся на фотосессию. И сейчас я покажу, какой же макияж я буду делать. Начинаю с маски для лица. В течение 15-20 минут ношу ее, затем снимаю и умываю с теплой водой. Дальше в ход идет маска для губ с эффектом увлажнения. Затем наношу крем для лица. Переходим к макияжу. Прокрашиваю слизистую черным карандашом. Я решила поработать с фиолетовым цветом. Наношу на верхнее веко светло-фиолетовый оттенок и растушевываю. На нижнее веко также наношу этот оттенок и растушевываю. Стираю лишнее ватной палочкой. То же самое делаю со вторым глазом. Затем наношу темно-фиолетовый цвет на верхнее веко и немного растушевываю границы. На нижнее веко наношу темно-фиолетовый цвет, близко к слизистой и растушевываю. Нужно, чтобы получился переход от темного цвета к светлому. Следующий этап. Тональный крем наношу и вбиваю спонжиком. Наношу немного блеска на верхние веки. Убираю под глазами синяки консилером. Крашу брови и начинаю наносить скульпт, создавая тени на лице. Все это прорабатываю кисточкой. Рисую скулы, выделяю подбородок, сужаю нос и все это прорабатываю кисточкой. Точечно наношу немного румяна. Покрываю пудрой в светлых местах, чтобы убрать эффект блеска на лице и крашу ресницы. Наношу на губы блеск с сиреневым оттенком и надеваю украшения. Привожу кудри в порядок и заливаю их лаком. Ну что, смотрим мой образ и отправляемся на фотосессию. Продолжение следует... 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 дабы не тратить много денег это было просто эти штаны были просто проект для праздника и для фотосессии вот мы нам пришлось подшивать но недорого рублей 500 мы их подшили еще один такой момент платье тоже немножко подшила потому что похудела еще сильнее ну там отдал тоже буквально 300 рублей что у нас насчет фото зоны которую мы делали значит насчет фото зоны дождик который я заказывала на стены пришлось с ним повозиться не очень удобный поэтому рекомендую заказывайте не дождик который вот полосочками идет а которые сразу слитный намного проще будет чем с этим дождиком один шарик я лопнула который был мишка с тортиком ногтями ногтем его проткнула вот поэтому тоже как бы в убыток пошел значит что насчет фотосессии который мы проводили в с фотографом значит кексика свечка не понадобилось все и так прошло прекрасно прекрасные фотографии насчет тортика в торт нам пришлось добавлять 500 грамм то есть нам не хватило а значит свечи фонтан я заказывала 8 штук это много четыре штуки вполне достаточно торт был шикарный вкусный мне все понравилось очень много подарили подарков на вот так что ждите следующего ролика там будет как же мы провели день рождения но и конечно я сниму стол и некоторые блюда я напишу ниже под видео спасибо за просмотр на видео ставьте лайки и ждите нового ролика а а а а